У нас второй день идет дождь, но я вчера тут заглянула в лесочек ближайший мой, и я обнаружила, что грибы-то понемножку-понемножку есть, под осиновики, под березовики, и решила сегодня пойти, вот, думаю, дома сидеть не хочется, на Богороди все равно ничего делать нельзя, потому что дождь идет. Пойду, покажу по лесу, в лесу же меньше дождем, правда, это само обдает под деревьями. Вот я пришла, и я уже нашла первый под березовик, вот только я зашла, и сразу вижу первый подосиновик, сейчас я вам его покажу. Вот он тут вот, такой молоденький стоит, смотрите-ка, да, просто прелесть, как вот его тут назвать? Его просто прелестью назовешь. Смотрите-ка, какой красавчик, а! С бурой такой, с шляпочкой уже. Так что вот, наверное, что-то есть, буду искать. Мне по телефону звонили, и поэтому я не снимала то, что находила. Вот, ходила по дороге, минут 15-20 разговаривала по телефону, по лесу, то есть ходила. И смотрите, что тут у меня нарисовалось за это время. Видите, сколько грибов я уже без вас, к сожалению, нашла. Ну, дождик-то продолжает идти, трава сырая. Ну, еще поищу немножко, сейчас буду снимать, потому что, ну, хочется показать то, что я найду еще. Грибы тут были много подосиновиков, много под березовиков, не много, подосиновики в основном, красноголовики, с такими бурыми шляпками, большие уже такие, немножко как бы, вот их надо дня два назад вроде бы их помоложе бы снять, сорвать. Но они ядреные, а хорошие, так что прибывают быстро. Вот такое пасмурное вроде как бы небо, такой маленький мой лесочек за огородом, за моим. И грибов сейчас будет полное ведро. Это ж хорошо. Хорошо. Так, вот вижу, под березовичек стоит. Ну-ка ты каков? Ну, не очень-то. Хороший, конечно. Проверить надо. Давайте все-таки отрежем ему все. Нет, желтый. Оставим, пусть белочки едят с ежиками. Ну, сами пройдем дальше вот по этой дорожке обычно. Раньше всегда тут, ну, как раньше, нынче, конечно, всегда здесь подосиновики росли. То есть красноголовики. Опа, это что такое? Это что такое? Это что за огромная золопушина? Ой, красноголовики-то, ребята. И тоже старые, и древние, вот уже точно никуда не пойдет. Да еще два дня дожди его поливаю. Видите, и шляпа гнилая, и ножка вся уже гнилая. Ну, ладно, посмотрим, где, может, еще чего увидим. Попойдем в эту сторону. Не видно пока ничего. По дороге по этой кто-то проезжал. Колеса тракторные, потому что грязно все. Кто-то еще и ездит, оказывается, в эту сторону. С этой стороны. Обычно с той стороны только ездят. Так, сюда дальше я не пойду. А пойдем вот там, еще по той дорожке попройдем. Сюда вот налево сейчас завернем. Потому что там тоже всегда бывали подосиновики. Ох, блин. Чего тут у меня такое? Вот. Будем смотреть на деревья и на небо. Небо-небо серое, осеннее. Дождик накропает и идет. Я люблю такую погоду. И вот хожу я одна. Опа, это что такое? Ой, Нина, слепы же. Ну, вот листочек приняла за грибочек. А там тоже листочек. Да, вот так немножко зрение подводит. Зрение подводит. А это вот грибы, которые я не беру. Это, наверное, поганки. Так что в следующий раз не кричите, что там на этой минуте и такой-то секунде я забыла целую кучу грибов. Грибы-то они грибы, но они же бывают съедобные, бывают несъедобные, бывают условно съедобные. Бывают условно съедобные. Так, я вот к этой иду дорожки. Потому что тут как-то обычно всегда росли подосиновики. Прямо вот по этим ямам, по канавам, по этим. Сейчас не видно. Сейчас не видно. Ещё грибница, видимо, в разное время растёт. Которая где и как. Ну, посмотреть надо повнимательнее всё равно. Внимательнее будем смотреть. Если гриб увидите, вдруг я прохожу хороший, кричите мне! Звоните на телефон. Денатый гриб проходит. К сожалению, я не онлайн веду репортаж. А только приходится мне это потом всё монтировать. Ещё через два дня выкладывать. Сами знаете, что у меня очень плохой здесь интернет. У меня сегодня видео грузилось целую ночь. О рыбалке. А походят, то есть на реку. Даже не о рыбалке. Так, что-то ничего не вижу я тут. С этой сторонки. С этой сторонки по этим ямкам ничего не вижу. Сейчас в лесочек зайдут, значит. Зайду по лесочку, буду ходить. Вот там что-то у дерева такое вижу. Гриб, что ли? Как на белый похож. Сейчас пойду рассматривать. Пойду рассматривать. Вы видите, что нет? Вот я то вижу, то не вижу. Пойдёмте. Пока тут ещё что-то увеличение, я ближе подойти. Прямо полезу. Вот, не знаю, где пролезть. Под ёлками, что ли, под этими, под ветками лезу. Только бы не грохнуться. Под еловыми. Что-то похоже на белый грудь. Может, и поганочный какой-нибудь стоит. К дереву прижавшись. Может быть, всякое. Обман издали. Так, через ветки лезу. Вот что-то стоит. Это что такое, правда? Это что такое? Это под осиновик, что ли? Вообще, что такое-то, а? Ха-ха-ха, и, блин, зря резли, да? Ладно, а похож на белый-то был. Тут ведь белые растут. Это этот, видите, под осиновик только гнилой. Вот так вот ещё бывают. Бывают и так. Ладно, так, да, так. Пойдём дальше. Пойдём дальше. Вот что. Листочек? Или грибочек? Это что такое тут, а? Это что такое там, а? Ой-ой-ой. Это что такое? Ха-ха-ха-ха-ха. Смотри, какая какая. Какой пестик вырос, а? Может, ещё где тут есть? Больше пока не вижу. Красивый, молоденький. А вон там что? А нет, там палочка, кажется. Ну, давайте посмотрим хоть ещё где-нибудь. Может, ещё что-нибудь спряталось под листочком? Не видно. Как я тебя разглядеть-то смела, дружочек. Такого красавчика. Такого красавчика молодого. Вот тут всё такое. Вот это поганки стоят. Тут ещё и поганок много. Да, кстати, растёт. Поганки растут. А ещё полюбой, газа, на тебя. Вот грибочки мои, которые я насобирала за час под дождичком. Час под дождичком. И зимой получаем удовольствие от лесных даров осенних. Да? Да. Вот, друзья мои, всего час под дождичком. И видели, да, это дёрка с грибочками. Вот я в такой плащ-палатке нахожусь. Мне нисколько не мокро и не сыро, потому что она у меня вот до самых... Никак не показать. Вот так вот, видите, до сапог. Остальное тут всё прикрывает. Вот, друзья мои, вот этот час, который я провела под дождиком, прекрасным настроением, получила всё-таки прилично эндорфинчиков, когда находила свои грибочки. Зимой меня порадуют, когда я буду открывать эти баночки с маринованными грибочками для своих друзей на праздники или просто, когда они меня посетят, гости. Всего доброго. Желаю и вам тоже таких позитивных эмоций, даже в мокрые, осенние, серые, дождливые денёчки. Всего доброго.